Вчерашнее совещание актива района, где рассматривался вопрос о ходе выполнения плана по сбору местных налогов и актуализации земельных участков и домовладений в сельских муниципальных поселениях, началось не в 10 часов дня, как обычно, а вечером в 17 часов, ввел совещание глава муниципального образования Хасайюртовский район Джамлад Шапивич Салау. Конечно, то, что касается нашей налоговой базы, это основная наша деятельность и основной показатель нашей совместной работы, поэтому в основном, конечно, мы ведем именно по объявлению экономики, именно по актуализации, именно по сбору налогов, налогов и наши доходы. В последнее время, конечно, никак, то в республике мероприятия, то где-то гости, то где-то еще что-то со мной никак не получалось, хотя заместителем ежедневно провожу совещание и сортирование не так получалось вам лично провести. Поэтому мы же вместе проведем и есть результаты, особенно в последней неделе нашей, причем потому, что у нас 26 числа, это подведение итогов республики, у нас последний день. Поэтому мы всегда были одним из лучших республики, а в этом году как-то мы и в начале года расслабились, ну почему, потому что у нас обычно по квартарной или по полугодии итоги не проводили. А сейчас, раз требует Москва, русско-ликанского руководства, республика требует у нас, и мы должны уже, видите, на местах работать. Ну, видите, когда работаем все вместе, сглаженно, совместно, конечно, результаты есть, и неплохие, высокие результаты, хорошие результаты. Некоторым, конечно, тяжело, причем потому, что у некоторых наших поселений, конечно, потенциал очень высокий потенциал, некоторым легко, у кого-то небольшой такой потенциал, им, конечно, легко закрывать, а у некоторых, конечно, несколько раз превышает. Поэтому мы стараемся помочь этим поселениям, где тяжело. Очень нам удобно, очень хорошо, когда мы разбили район на группы наши, обозначили кураторов, лица заместителей, руководителей управлений. Вам тоже легко, когда у вас есть поддержка, вам помогают. Однозначно, что мы до конца года, то, что мы соберем, эти налоги, там даже никаких сомнений нет. Мы одно постоянно собираем больше. Это всегда так. Поэтому, но, видите, такими этими договорами, такими разговорами, мы, конечно, у нас таких результатов уже не будет, если будем и руководство своему, говорю, в республике, что мы до конца года соберем, сделаем, это, как говорится, туманно как-то. Поэтому нас требуют сейчас ежемесячно, ежеквартально, полгода и так далее. Поэтому зачем, я всегда говорю, зачем нас должны в течение года всех вот так собирать, и каждое мероприятие, каждое завершение, в республиканской, чтобы нас тоже ругали, что в ближайшие недели, которые мы делаем с вами, актив района, чтобы мы вот так всех собирали, каждого главу поднимали, ругали, заставляли, как-то что-то. Этого не должно, конечно, быть. Но это почему бывает, потому что мы требуем, стараемся и потребуем, как результаты будет. Но я хочу, чтобы вы сами к этому пришли. В любом случае, мы эти вопросы все равно будем до конца года закрывать. Поэтому у меня еще раз такое предложение, как все, закрыть это лучше в начале года. Когда конца года вы собираете, то, что вот сами вы из своих средств лично где-то поставили, а потом в любом случае будете собирать, и у нас в два-три раза больше она собирается. Поэтому говорю, ну нам очень легко, когда мы в начале года уже соберем, и вы здесь встанете, каждый из вас, доложите свою ситуацию, и все, на весь год, только у вас находит, трудится. Это, для меня самое главное, имеете в виду, коллеги, это ваши стопроцентные деньги. Ведь если это как раньше шло, определенный процент нам, определенный на республику, определенный банк, это другое дело. Конечно, нет. Зеленая может не надо, это сто процентов ваши деньги. Вот вы сегодня даже вот сто тысячи, чтобы у своего соседа даже попросили, взяли, поставили терминал, завтра эти деньги у вас на счету. Вы можете завтра эти же деньги вытащить терминал и бегать обратно этому же соседу. И никаких проблем в этом нет, просто нужно уметь это все проводить. Это ваши стопроцентные деньги. Я понимаю, если вы его сдавали бы, если бы это сто процентов, чтобы в райпусе или в Суваканске учить, конечно, нет. Это арендная оплата, она идет 50 процентов, поседине 50 процентов нам. Земл налог и налог на имущество, это стопроцентные ваши деньги. Поэтому я вам еще раз говорю, кто вот, никто, если не так понимаю, чем здесь вот каждую неделю собираться, я даже у Загребачевича и Загребачевича, мы вчера говорим, мы когда совещание проводим вчера, я говорю, я вообще сторонник того, что если вот эту ситуацию мы выровняем, я говорю, совещание будем проводить уже через неделю. Чтобы еженедельно вас здесь не собирать, просто это все идет по итогам нашей работы. Отчитаем все за целый год. Пройдем, актуализацией будем заниматься. Две недели раз нам достаточно будет собираться, и чтобы вас тоже совсем, 50 из 6 селений, чтобы вас сюда тоже каждую неделю не гнать, и все руководство района здесь не собирать. Вы же видите, сколько мероприятий, сколько совещаний. Я вот несколько уже совещаний пропустил, вот именно по вторникам у нас здесь, сколько совещаний, поэтому никак не успеваем. Неделю-два тратит, а, значит, уже завтра у нас районное собрание, вот оно в личном самом присутствует, обратно с пол-пристава поисков ООО, медиков, заместителей, все проходят обратно завтра на совещание. Вот сейчас стараюсь, чтобы заведующий попал туда, я, чтобы остался с нашими коллегами на сессии. И вот так вот ежедневно, и то многие, мы стараемся где-то как-то пропустить, заместители где-то бывают. Конечно, когда обновательство и проводят, сам лично бывают. Поэтому не успеваем. Поэтому у меня вот такое еще к вам, к нашему коллективу, уже такое предложение. Если в ситуацию выровняем, мы обратно соберемся, и мы в наше совещание ежедневно можем переложить, чтобы собираться месяц-два раза. Ну, там через неделю собираться. Вчера отчитывались все 42 глав сельско-муниципальных поселений. И надо отметить, что почти все села, за исключением двух населенных пунктов, полугодовое задание по сбору налогов выполнили на 100%. За что же Влад Шапивич поблагодарил этих глав? В свою очередь, обращаясь к календаторам, сказал. И такие результаты уже пошли. Молодцы, конечно, все. И вот несколько поселений где-то осталось, поселений 20-20, наверное, 15-20, где вот недобитые вот эти моменты остались. Мне такое предложение, вам всем. Пока мы все равно, конечно, его не добьем, мы даже не будем отказывать наши мероприятия. Поэтому, говорю, и небольшая здесь потенциал тоже, небольшая работа тоже. Поэтому давайте все вместе дружно закроем вот эти остальные висящики тоже. И чтобы мы к этому земному налогу, налогово наимуществу, мы должны возвращаться. Поэтому, говорю, это касается наших арендаторов, которые у нас земля арендовали, это все, что касается арендной платы. Потому что не платят. Поэтому, еще раз говорю, всем передайте, срочно, быстро закройте всю эту арендную плату годовой. Это всех касается. Что мы же, список тоже, я не туда потребовал список, имущественные отделы мне уже список тоже подали, она у меня на столе. Чтобы мы каждым отдельно тоже не разговаривали, не вызывали, не занимались ими. Я вас прошу, чтобы сами быстро закрыли. Передайте всем. Как же знаете, глава по смене, кто-то хозяйствовал, кто у них что арендовал. Крупных арендаторов, да, я имею в виду. Если они закроют, у нас уже по многим показателям быстро все ходят. Все равно их заставят закрыть. Поэтому, говорю, еще раз, чтобы вот это за тем, чтобы работа пошла с хозяйством, я имею в виду. После нескольких объявлений, касающихся производственных вопросов, совещание актива района завершилось.